Давным-давно глубоко в разноцветном лесу жили маленький кролик-гладкоухий и маленький медвежонок-милые лапки. Эти два милых друга каждый день играли в лесу, смеялись друг над другом и оставляли приключенческие воспоминания. Однажды в разноцветный лес поселился новый житель. Это была группа Flying Owl Melody Wings. Мелоди Wings была совой, которая могла воспроизводить самую красивую мелодию в лесу. Однако, поскольку он только что прибыл, он чувствовал себя немного одиноким. Гладкие уши и милые лапки решили поприветствовать Melody Wings. Они водили его в разные уголки леса, заставляли играть в любимые игры и вместе создавали красивые мелодичные звуки. Мелоди Канатлар очень быстро осознала ценность времени, проведенного с этими двумя. Однажды глубоко в лесу они обнаружили таинственную пещеру. Внутри пещеры сияли разноцветные кристаллы. Друзья начали представлять, какие приключения их могут ожидать в этой наполненной кристаллами пещере. Однако внутри пещеры была загадка. В пещере хранилось заклинание, способное исполнить сокровенные желания его друзей. Когда на каждом кристалле оставляли желание, оно исполнялось. Когда друзья обнаружили эту волшебную пещеру, они с волнением переглянулись и решили загадать желание. «Пусть наши дни всегда будут наполнены прекрасными мелодичными звуками», — написали гладкие уши на камне желаний. «Милые лапки загадали желание». «Давайте отправимся в бесконечные приключения с нашими друзьями». Мелоди Канатлар оставила пожелание. «Давайте никогда не будем чувствовать себя одинокими. Давайте все будем счастливы вместе». И вуаля, желания этих трех прекрасных друзей сбылись. Разноцветный лес каждый день был наполнен прекрасными мелодиями. Друзья поддерживали друг друга в бесконечных приключениях, и никто не чувствовал себя одиноким. Итак, кролик гладкие уши, медвежонок милые лапки и мелодичные крылья летучей совы стали лучшими друзьями разноцветного леса. Их дружба окрепла благодаря волшебству таинственной пещеры и показала, как весело вместе исследовать красочный лес. И наша сказка здесь заканчивается. Дружба разноцветного леса, глотких ушей кролика, милых лапок, медвежонка и мелодичных крыльев летающей совы гарантировала, что разноцветный лес всегда был полон радости и любви.